Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня губернатор Виктор Томенко сформировал правительство Алтайского края. К этому дню известно 14 его представителей. В него вошли и трое чиновников из Красноярского края. Не тяните резину, переобувайтесь. Будут ли в этом году штрафовать за отсутствие знака шипы на авто? Скучал по маминым пельменям и мантам. Гимнаст Сергей Найдин привез домой целую россыпь медалей с юношеской олимпиады. Итак, правительство края сформировано. Сегодня у министров и заместителей губернатора первый рабочий день. Виктор Томенко уже озвучил две трети состава нового правительства. Возглавлять три направления жизнедеятельности края он поручил своим бывшим коллегам из Красноярска. Ну и теперь подробнее о составе. Заместителями председателя правительства назначен Иван Кибардин. Он будет отвечать за имущественные вопросы. Игорь Степаненко – новый куратор гражданской обороны. Еще одним новым алтайским чиновником стал Александр Климен. Он же новый министр промышленности и энергетики. В состав правительства вошли также Елена Безрукова. Она назначена министром культуры. Александр Чебатаев продолжит возглавлять Министерство сельского хозяйства. Владимир Попридухин – Министерство природных ресурсов и экологии. Владимир Притупов – Министерство финансов. Иван Гелев – Министерство строительства и ЖКХ. Министром транспорта это направление выведено отдельно. Назначен Александр Дементьев. Павел Детятев – Министром экономического развития. Ирина Долгова, отвечавшая за сферу здравоохранения, теперь будет курировать социальные вопросы в качестве заместителя председателя правительства. Виталий Снесарь при правительстве назначен руководителем администрации губернатора. Александр Лукьянов потерял свой статус первого заместителя председателя правительства. И теперь он наравне со всеми. Управляющим делами губернатора и правительства назначен Андрей Степанов. Только официальная позиция на самом деле имеет значение. Разговоры о том, что кто-то понижен в статусе, кто-то потерял какое-то свое влияние, кто-то подтвердил свой статус, они некорректны. Первым вопросом, который обсудило обновленное правительство региона, стал проект бюджета на следующий год и на ближайшую трехлетку. В 2019 году, как и в прошлом, он составит 90 миллиардов 700 миллионов рублей. Дефицит максимально возможный. 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Приоритет, как отметил губернатор Виктор Томенко, социальная поддержка граждан. Улучшение положения дел во всех сферах нашей жизни в крае. Увеличение заработной платы, доходов наших жителей и повышение качества жизни в целом в крае. В целом на социальную сферу направят 22 миллиарда рублей. Самые крупные статьи, зарплата бюджетников, ее планируют увеличить на 8% субвенции на школы и детские сады. Также на уровень роста тарифов проиндексируют компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. 500 миллионов рублей дополнительно направят на поддержку муниципалитетов. Инвестиции планируют привлекать за счет развития транспортной, энергетической и других сфер, помощи из федерального бюджета и прежде всего повышение собираемости налогов. Налог на доходы физических лиц, который оценивается в 118 миллиардов рублей, увеличится с ожидаемым уровнем 2018 года на 110%, составит 35% в структуре собственных доходов. Второй по объему налог на прибыль в 2019 году 13 миллиардов рублей 25% и акцизы, все виды акцизов составят 11,6 миллиардов рублей или 22% доходов. Проект краевого бюджета согласован с Министерством финансов России. Теперь его внесут на рассмотрение в законодательное собрание. Первое чтение пройдет уже в этот четверг, ну а завтра состоятся публичные слушания. Меры безопасности должны быть усилены. После трагедии в Керчи губернатор края Виктор Томенко распорядился ужесточить пропускной контроль во всех образовательных учреждениях региона. Сейчас попасть в здание, к примеру, бийской школы без предъявления документов удостоверяющих личность просто не получится. К тому же охранник вправе осмотреть подозрительные вещи посетителя. Если люди не предъявляют документы, тем более удостоверяющие личность, то вахтер вправе, если что-то вызывает подозрение у него, какие-то действия, вправе нажать кнопку тревожной сигнализации, прибудет группа быстрого реагирования, отдел вне ведомственной охраны. Как убедились наши бийские коллеги в образовательные учреждения Наукограда, попасть можно только через центральный вход. Посетителей встречает вахтер или сотрудник частного охранного предприятия. Учащиеся проходят в свободном режиме, остальным необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. Время и данные о входящих фиксируют в журнале регистрации. Въезд автотранспорта, за исключением спецмашин, категорически запрещен. Ежедневно сотрудники учебного заведения проводят обход территории. За соблюдением правил следят городские чиновники. Отметим, что только в одной школе Наукограда есть турникет, где дети проходят по карточкам. А вот рамок металлодетектора нет нигде. Из 27 образовательных учреждений, 18 оборудованные системами видеонаблюдения. В проекте бюджета Бийска на 2019 год заложены средства на установку камер в остальных школах. О том, как соблюдают меры безопасности в школах краевой столицы, расскажем в ближайших выпусках, не пропустите. Продолжим. Снег и гололед прогнозируют в крае его столица уже завтра. В шиномонтажках очередь, запись на несколько дней вперед. Не слишком ли рано автомобилисты поспешили сменить летнюю резину на зимнюю? По-прежнему ли актуален знак шипы на транспортном средстве, знает Валентина Аскерова. Ближайшая запись на переобувку среда через два дня. И так во всех шиномонтажках города. Правда, это, как нам пояснили, еще не ажиотаж. Как только первый снег ляжет, ждать своей очереди придется около недели. Это при условии, что автосервисы перейдут на круглосуточный режим. Уже неделю переобуваются. Погода, конечно, уже пора. Плюс шесть уже смена шин должна быть, чтобы аварий не было. Действительно не стоит ждать первого снега? Да, конечно, не стоит. Потому что даже новую резину шипы прикатаются потихоньку. Проскальзывать не будут. И шипы будут дольше держаться. С этим согласны и автомобилисты. Они признаются, менять резину нужно как можно скорее. Иначе рискуешь отметить день жестянщика. Не рады переобуваться? А если будет поздно, то потом просто не протолкнуться. Поэтому лучше пораньше. Вчера попытался я записаться. Приехать, вернее, даже попытался. И уже не смог. Потому что машин было много. Я думаю, уже тепла не будет. Уже скоро зима. Поэтому, чтобы ажиотаж не создавать с первыми морозами, решил заранее переобуться. Кстати, многие автомобилисты обеспокоены судьбой наклейки шипы на авто, которая в прошлом году вошла в список обязательных. Покупать ее в начале прошлого зимнего сезона бросился едва ли не каждый водитель. А как? Иначе никто не хотел платить штраф. В этом году Министерство внутренних дел России предложило вычеркнуть наклейку из списка обязательных. Это и внесло смуту в умы водителей. В Барнаульской ГИБДД пояснили, никакой отмены на законодательном уровне еще не было. Вопрос пока лишь внесен на рассмотрение в Госдуму. Никаких изменений в правилах дорожного движения не было. Если автомобиль на шипованной резине двигается, то наклейка шипы обязательна. Если автомобилист перебыл свою машину в зимнюю резину, но не наклеил знак шипы, то нарушил правила дорожного движения. Ему грозит штраф 500 рублей. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, в Барнауле ожидается похолодание до минус 1 градуса. С утра на дорогах возможен гололед, а в течение дня снег. Так что не тяните резину, перебувайтесь. И не забывайте про красно-белый треугольник с большой буквой Ш. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. На сегодняшний день более 100 тысяч человек подписали петицию с требованием максимально строго наказать виновника громкого ДТП со смертельным исходом. Напомним, авария произошла 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия. Водитель БМВ, будучи не трезв, превысил скорость и пролетев на красный свет, протаранил Рено. В результате погибла женщина и двое детей. До сих пор в реанимации водителя и еще один пассажир Рено. Сразу после той страшной аварии ГИБДД Барнаула для борьбы с ночными лихачами усилило патрулирование проспекта Ленина. Вот правда это не спасло от очередного происшествия. Ночью 20 октября, как нам пояснили правоохранители, уходя от преследования полиции, водитель автомобиля ВАЗ, не имеющий прав, также проехал на красный и столкнулся с Ладой Калиной. В результате в Калине пострадали трое, в ВАЗе пассажирка. Все госпитализированы с травмами в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас они в удовлетворительном состоянии, но вот в то же время, как нам сообщили в региональном Крайздраве, состояние мужчин, пострадавших в аварии с BMW X6, по-прежнему стабильно тяжелое. Виновник трагедии Александр Руденко находится в СИЗО. Плесень и земляные блохи. Вот в таких условиях живет Светлана Шматкова из Барнаула. По словам женщины, эту квартиру у нее хотят незаконно отнять. За несколько лет накопился огромный долг за коммунальные услуги, которые она не в силах погасить. Насколько обосновано выселение и на что могут рассчитывать такие же должники, как Светлана, пыталась выяснить Ирина Корчагина. На них крысы лезут. Я когда Влада кормила, у нас к нам на диван запрыгивала молоком, пахло когда. Весной у нас блохи атакуют. Не кусают вас? Не кусают. Здесь у них была болерная, как они там правильно, коллектор называются. Здесь вот от того, что были пары, все вот это отваливается, независимо, что попытались наклеить новые обои. Крысы, блохи, пауки, мокрицы, кошка, сима и рыжик. В таком контактном зоопарке Светлана Шматкова живет с детства. Эта квартира на Островского, 48, досталась ей от бабушки. За несколько лет женщина накопила долг за коммунальные услуги – более 400 тысяч рублей. Больше года здесь нет газа и электричества. Светлана одна растет, двоих детей. На протяжении семи последних лет она работала поваром. При минималке в 5300 у нас снимали подоходный налог 500 рублей. 4800 у нас получали на руки. 2400 давали мне, 2400 забирала живу. Ну, через приставов. На 2000 жила я и двое моих детей. С января этого года здоровье женщины ухудшилось. Пришлось уйти с работы. Платить за квартиру стало нечем. Спустя полгода ожидаемо пришла повестка в суд. Из этой квартиры ее и детей выселяют. Взамен предоставляют жилье из маневренного фонда на Карагандинской. Правда, Светлана считает, что несправедливо менять 60 квадратов на 21. Я когда ходила в администрацию, я говорила, что некому помочь. И они знают, что я одна. Пугали отнять ребенка. А вот юристы уверенно заявляют, женщину выселяют жилье маневренного фонда не просто так, а на основании действующего законодательства. Ведь должник нарушает права не только управляющей компании, но и других собственников. Например, капитальный ремонт не может быть проведен в полной мере, если за него не платить. Также юристы напоминают, что у малоимущих граждан есть возможность оплачивать коммунальные услуги со скидкой. Собственники или же просто граждане, которые пользуются жилым помещением, имеют право обратиться в органы соцзащиты с вопросом, касаемо предоставления им различных социальных гарантий. То есть именно льгот, например, по оплате жилищно-коммунальных услуг. В городе Барнауле, насколько мне известно, 30% льгота действует. Так что единственный выход для таких людей, как Светлана, обращаться в соцзащиту и оформлять льготы. Иначе выселение неизбежно. В случае с нашей героиней предпринимать попытки сохранить жилье с долгом почти в полмиллиона рублей уже поздно. Очередное заседание суда назначено на завтра, и вердикт его, скорее всего, не изменится. Несмотря на то, что наша героиня прожила в этой квартире почти 40 лет, выехать придется. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Целую россыпь медалей привез домой из Барнаула гимнаст Сергей Найдин с юношеских Олимпийских игр и с 59 медалей 4 на его счету. В неофициальном командном зачете Найдин и его коллеги по команде оказались на первом месте. Среди встречающих Сергея в Барнаульском аэропорту была и наша съемочная группа. Вот такой фальстарт получился. Точно так же ровно 6 лет назад встречали Ивана Нефонтова. Тогда дзюдоист взял бронзу Олимпийских игр в Лондоне. В это же самое время 11-летний Сергей Найдин продолжал упорные тренировки. Мамины пельмени и манты – это едва ли не первое, что произнес Сергей по возвращению домой. Именно об этом мечтал целых два последних месяца. Сначала на сборах, позже в далеком Буэнос-Айрес. Очень сильно поддерживали. Прямо на Европе даже такой поддержки нет. Прямо очень сильно кричали за всех. Не только за Аргентиц, а за всех кричали. Там очередь была очень огромная. Там стояли люди на улицах и смотрели прямую трансляцию, потому что не могли попасть туда. Его не догонят. Для 17-летнего паренька это первые старты такого высокого уровня. Не затерялся. Два серебра и две бронзы. Юношеских Олимпийских игр. Таков итог выступления Сергея. Бронза на брусьях, так вообще за рамками силы и мужества. Превозмогая боль, найден все же завершит выступление. Сразу же после его унесут на носилках. Был как раз один день отдыха, где можно было съездить. Действительно погулять, но вот день отдыха не получился. Пришлось ездить по больницам. Пришлось бумаги заполнять. То есть у них бюрократия еще хлеще, чем у нас. Разница во времени между Барнаулом и Буэнос-Айресом 10 часов. Ставили будильник, запасались успокоительным. Поддерживали, переживали, не спали. Я даже на работе, проходя через проходную, мне сделали замечание, говорят, как от вас пахнет валидолом. Карвалолом, валидолом. Много нервов было, много нервов. И слезы, и болели безумно. И ночами не спали. Днем пытались отоспаться, чтобы опять ночью смотреть. Сейчас Сергей планирует отдохнуть, будет восстанавливаться, залечивать травмы. После с новыми силами тренировки, чтобы вновь оказаться на коне. На коне уже на взрослой Олимпиаде. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Почти 40% россиян в ближайшее время планируют ремонт своего жилья. При этом большая часть опрошенных надеется уложиться в 100 тысяч рублей. Удачно ли сейчас время для крупных денежных затрат, узнаем далее. Текущую экономическую ситуацию можно назвать вполне стабильной. Поэтому крупные траты объяснимы. Пожалуй, главная рекомендация, которую мы обычно даем в таких случаях, не расходовать большую сумму из семейного бюджета разом. Одним из вариантов здесь может быть кредит. Когда возвращаете средства банку небольшими частями. Если вы не намерены останавливаться на одном лишь ремонте, а хотели бы купить домой новую мебель, технику или просто хорошо отдохнуть, кредитам на малую сумму здесь не обойтись. Сегодня банки охотно предлагают большие деньги наличными. Получить их можно без лишних бумаг и траты времени. Среди линейки продуктов банка «Восточный» выделяется кредит «Большие деньги». Его преимущество в том, что, предоставив всего два документа, паспорт и справку 2 НДФЛ, можно получить до 500 тысяч рублей по ставке 14,9 годовых процентов. Одобрение займет от нескольких минут до часа. Поэтому уже в день обращения можно будет ехать за покупками. Крупные траты всегда лучше с кем-нибудь разделить. И надежные финансовые организации – один из удачных вариантов для сотрудничества. Ведь именно они готовы предоставить своим клиентам большие деньги на вполне комфортных условиях. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края пойдет снег. Температура понизится. В Бийске, Рубцовске и Олейске до двух тепла. В Славгороде и Белокурихе плюс один. В Барнауле западный порывистый ветер. Будет идти снег в ночное время до минус одного, днем до плюс одного. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи в эфире.